И всем доброго понедельника, дорогие подписчики канала Браво Тэч Инкорпорейтед. Вескар с вами на связи, а вы-нибудь заскучились уже, да? За пятницу, субботу и воскресенье, если вы вдруг не смотрите наши стримы, а только на геймплей приходите. Что ж, сегодня продолжаем наше веселье. Я записываю уже пятый эпизод подряд. Это не значит, что я не читаю ваши комментарии. Нет, я их читаю, я их читаю, я их... Я вот решил взять такую задачу, встраивать комментарии в конец каждого эпизода. Ну, либо в начало, а может быть в серединочке. Выискиваем. Хороший повод. Но только адекватные комментарии. Посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, мне время от времени приходится еще отдельно монтировать. Я не знаю, почему у меня слетела программа для монтажа. Не сама программка, а скорее ее шаблон для монтажа именно в ларе. В остальных все работает прекрасно. Ну ладно, посмотрим, сориентируемся. Может, позаимствую потом какой-нибудь другой модельки. В общем, наша сейчас задача с вами узнать тайну про убежище молодых детей. Так, и что я здесь должен был найти? Лара, давай, у нас дыхание не так долго. Ну, если детишки тут поплывали, а она тем более должна проплыть. Я внизу ничего не нашел. А где, кстати, мы находимся? О, недалеко от нашего психо... лагеря. Может, выход будет. Как далеко он оттащится, конечно. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Зартовал бы на месте, предварительно сняв кожу, освежив его яйца или яичники, в зависимости от пола. При этом делай так, чтобы он чувствовался живым. Я реально очень уважаю своего покойного отца, он мне жизнь спас. Это меньшее, что я могу сделать с тем, кто надругался бы над его надгробьем. Это только малое, что я могу сделать в это вступление. Я не агрессивный, я очень добрый человек. Я не даю кого-то с эмоцией взять верх. Так что не переживайте. Но это не значит, что надо пытаться испытывать моё терпение в этом вопросе. Ну ладно. Ну давай уже, грузись. Как долго? Вообще забавно, кстати, у него хорома. Вот реально. Тайная дорога. Тебестный путь. Древний храм. Причём заброшенный, кстати, на удивление. Непонятно почему. Всё-таки гробница. Нет, я могу понять заброшенные древние гробницы, первые императрицы, которые правили намерены. Там ладно, ещё можно понять. Но... Остальное-то... Они же живут вокруг этих храмов. Потому что наверняка должны знать, что, где и как находится. Почему так долго прогружается? Могу, поспорить? То есть я сейчас прорву за... Хотел сказать, прерву запись, и началось. Этот ключ похоронили вместе с телом Сайри. Значит, его туда положил Амару. Что он хотел? Сохранить его или спрятать? Скорее всего, и то, и другое. На нём изображён символ майя, наподобие тех, что на диске с шифром. Он означает север. Красный на севере. Видны следующие символы. Танцующий, дерево, вода, девять или много. Третья позиция. Найдите танцующую воду у многих деревьев. Танцующая вода. Знать бы, где такая вообще находится. А, вот она. Ладно, идёмте вниз. Есть что-нибудь интересное? Танцующая вода у многих деревьев. Как вам такое? Как ведь и ваты обозвали. Это старая растительная система. Понятно. Что ничего не понятно, но спасибо. Кстати, у нас, наверное, уже прокачано что-то ещё появилось. Давайте посмотрим. Небось, на ВНК ещё какой-нибудь... Ой, предмет может. Пусть растёт. Почему бы нет-то? Да я сразу сглушить люблю. Стоп. По поводу лука. Надо взять что-то помощнее. Вот этот возьму. Что помощнее будет, то и возьму. Скорострельность, скорость изготовки. Лук лиса-изгнанника. Чуть послабее, но он покрепче будет. Змеиный укус был сбалансированный. Вот лис-изгнанник пусть будет. Он понадежнее. Два чёчка у нас есть. Давайте посмотрим. По-хорошему нам сейчас бы крепость бы делать. Крыло орла. Можно это. Давайте лучше сигналку возьму. Используйте для выбора пистолета. А затем удержите РБ для создания сигнальных патронов. Необходим черный пор и жир. Они ослепляют и поджигают врагов. Прекрасно. То, что надо. Ну, пора уже. Да, я говорил, что крепость тоже там понадобится. Вот что имеем, то имеем. У меня нет столько места. Есть у тебя все. Ну, ладно, у тебя может жира нету. Остану, ты есть. А вот и ада. Очередная дверка. И мы, кстати, видели эти решетки-то с вами. Вспоминаем. Где еще были у нас? Вот туда и полазаем. Держали. А одна вообще под землей находится. Насколько я помню. Вроде находили. Хотя, может быть, это были просто... Может, они все однотипные, конечно. Но тут очень понятные места. Может, конечно, личная внутренняя жилка, где секретную базу лучше делать. Играет во мне до сих пор с самого детства. Я понимаю. Но реально забавно находить такие места. И так. Недолго музыка играла. Не только музычка и пела. Идемте вперед. Ничего себе, старая система расширия. А тут целый город можно дополнительно настроить. Тут еще один выход, да, такой? Я хотел разрезать. Она пошла с кропотом. Ну, то мы узнали впервые, как работает эта ловушка. Ты будешь ее обезвреживать? Что-то знакомое. Я вроде был в этой заднице. Либо они все однотипные. Хотя как можно в горах сделать однотипную граблицу? Интересно, куда она ведет? Не знаю. Но учитывая, что он ее замуровал в детстве, почему-то наверняка красиво. Ну, а здесь я одно могу сказать. С девочками не поймешься. Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Собирается DimaTorzok Давай забирай ДимаTorzok Так Давай залезай И подтягиваемся Я не поверю, что мальчишки в их детском возрасте могли сюда залезть Я, конечно, понимаю, их много чему учат Все-таки в Пайтите это горная местность Но согласитесь, как-то странно все это дело, не находите? Жмар А-а-а-а-а А-а-а-а Сайк, в чем подвох? Попадем, успокойся. Задействуем, задействуем, Лара, задействуем. Попадем, успокойся. Ты можешь обрезать эту штуку? А можно не обрезать, просто боитесь. Попробую залезть наверх. Здесь мне делать нечего. Попробую залезть наверх. Здесь мне делать нечего. Всё слишком высоко. Попробую залезть. Ну а так, получше. Вот, прогресс. Да, хоть какой-то. Надо всё соединить. Балки надо развернуть. Первая готова. Попробую залезть. Попробую залезть. Попробую залезть. Попробую залезть. Попробую залезть. Попробую залезть. Наверную. Попробую залезть. Понял Мы закрыли слив И сейчас должно подняться выше Угу Угу Ну вот тут уже явно кто-то был Ладно, может быть это и есть Одно из их тайн Но просто тут красиво Если так пробраться глубоко Технически детишкам Есть было чем заняться Детишкам было чем заняться И мест для спариваний много Да, в принципе тут есть чем им поработать-то Респект Ничего не могу плохого сказать Нашли хорошее местечко для отдыха Здесь тут все заполнено И все грамотно поставить Да Главное предохраняться Как? Владелец рассказал Как? Странный вопрос Ларду, серьезно Уверена Ключ подходит Может в этом сундуке ответы? Если бы Черная загадка Четыре стрелы света Мы только на второй Дневник Сайри Я оставил запас еды Нужно раздать ее людям Я жалею, что не сумел добыть ее раньше Пока ты не отправился на охоту Тем более, что я старший брат И охотиться Моя обязанность Но ты отличался упрямством Это у нас в крови Еду я получил от Тринити Это та тайная группа чужаков Про которую я тебе рассказывал Они пообещали, что будет еще Но сначала я должен Кое-что для них сделать Встретимся в старой деревне Я буду за воротами Которые построили Чтобы защитить людей От красных грибов Амару Красные грибы? Я не знаю В чем секрет этого диска Но вряд ли это связано С нынешним конфликтом Это что-то старое И более личное Может Я найду разгадку В старой деревне Красные грибы Интересный поворот событий Заинтриговали Два убежища для оргий В их юные годы Причем, кстати С красивым видом Все как подобает Которых местные Не знают Тренидь помогала Привозила контрацептилы С едой И яствами И стена За которой Градятся галлюциногенные грибы Последнее я не одобряю Но Молодежь Да уж Чего у них только не было Чего они не поделили Девушку что получается Эти двое подрадили Ну да скорее всего два Нет Тогда бы он Ну а то бы сейчас Примел бы во все дыры Будучи местным башком А он этого не дел Хотя может быть Он как джентльмен Хочет ее завоевать Сердечко А она не дается Все может быть Все может быть Нет, ну вообще Слушай, так получается Амар Вроде бы Нормальный Ну судя по тому Что здесь еда В их тайном убежище Он отказался От этой еды В принципе правильно Подачек то Нет, конечно Когда тяжелую ситуацию Набрать нужно Когда тяжело Но Учитывая что Они выживали до этого Веками Без подачек еды Из внешнего мира Думаю проблем Там быть не должно Найдите ворота В старую Кто-нибудь видит Эти ворота Что я не наблюдаю Они должны быть рядом А, они туда тащатся Ну спасибо Ну ладно, полезли А что они-то Вход все равно рядом Сколько мы с вами уже Лара Крофт Одни лишь ожидания Позволю здесь Сменить себе образ Нельзя Ладно Значит В этом походим Они не дают Забрать мне Этот образ Есть Есть Видишь, я чего вы думали Кто-то тут лазал Прыгал и бегал Мне достаточно того Что я имею Красные грибы Сейчас вы уйдете в гробницу Ваш прогресс будет сохранен Хотите ли вы продолжить Давайте пока на этом Нас остановимся Сегодня тогда Давайте, ребят Так сделаем Спасибо всем Кто нас сегодня смотрел Ребят Ставим лайки Пишем комментарии Подписываемся на канал Ну а с вами был Ваш Исследователь Альберт Вескер Мисс Лара Крофт Который боится Переодеться В нормальную одежду Всем до скорой встречи Пока, удачи Увидимся И напишите Как вам вот эти Две прекрасные зоны отдыха Которые были в детстве У этих партсеров Интересно ваше мнение Удачи Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...